Есть четыре основополагающие реальности, которые являются основой человеческой жизни и которые помогают нам достичь нашей цели, то есть полного сбалансированного счастья. Первая из этих реальностей – это индивидуальное сознательное «Я», то есть это мы сами. Есть три важных вещи, которые мы должны понимать о нас самих. Во-первых, мы по-настоящему творческие люди, и мы можем совершать реальные изменения в наших умах, в нашей жизни и в мире вокруг нас. Люди делают это всё время, и мы можем сделать это. Второе, что нужно понять – мы не физические, не материальные существа. Мы делаем то, что материя не может сделать, как ходить в горы и рассказывать другим людям об этом. Мы делаем то, что материя не может делать, как видеокамеры и видеоклипы. Третья вещь, которую нам надо понять о себе в том, что мы не просто не материальные, мы – духовные существа. Духовные означает, что всё вокруг нас меняется. Наш разум изменяется, наше тело меняется из года в год, погода меняется, времена года изменяются, даже география изменяется. А мы – вечные, сознательные, живые существа, которые видят эти изменения. Тот факт, что мы существуем как конкретные сознательные личности, не меняется во времени. Так что, если что-то не меняется со временем, оно вечно. И вечность является основным качеством души, так что мы – духовные существа. Таковы три вещи, которые мы должны понимать о нас самих. Мы творческие, мы не физические и мы – духовные существа. Второй основополагающей реальностью является вселенское сознательное «я», основа материи и основа жизни. Прежде всего, материя. Основой всего физического должно быть не физическое. Законы материи очень сложны, и они очень абстрактны. Требуется сознательный разум, чтобы понять законы материи. Поэтому, по крайней мере, должно быть больше разума, чтобы управлять законами материи во Вселенной. Когда мы посмотрим на живых существ, мы видим, что мы – творческие, не физические, сознательные, духовные и живые существа. Поэтому, основой для всех этих творческих существ должна быть другая творческая, сознательная, не физическая, духовная личность. Третья основополагающая реальность – это божественные отношения. Вселенское сознательное «я» является основой каждого аспекта материи и жизни. Поэтому у нас есть очень близкие отношения с ним, как частей к целому. Сутью всех духовных традиций является то, что когда мы принимаем прибежище у этих отношений, мы находим силу и любовь. И опыт миллионов и миллионов практикующих на протяжении веков показывает, что когда мы принимаем прибежище у этих божественных отношений, мы находим творчество, вдохновение, умение, силу, мощь и любовь. Иными словами, способность выполнять невозможное с любовью. Четвертой основополагающей реальностью является позитивное общение. Для того, чтобы делать реальные изменения в нашей жизни и мире вокруг нас, мы должны поддерживать наши чувства индивидуальности. Мы должны поддерживать нашу веру в себя, в божественные и в божественные отношения. И мы должны поддерживать нашу решимость стремиться достичь нашей цели, невзирая на трудности. Поэтому это общение необходимо. Лидеры лидеров должны убедиться, что у них есть такое общение. И они создают позитивные проекты, чтобы помочь другим получить такое общение также. Итак, это четыре основополагающие реальности, которые являются основой человеческой жизни и которые дают нам возможность достичь нашей цели сбалансированного счастья. Индивидуальное сознательное я, вселенское сознательное я, божественные отношения и позитивное общение. Расскажу.